Один из самых величественных храмов Екатеринодарской митрополии, Вознесенский собор города Курганинска, отметил престольное торжество и столетний юбилей. Праздничную службу возглавили четыре архиереи. Об истории этой уникальной церкви и о прошедшем богослужении расскажут наши коллеги. Город Курганинск появился на правом берегу реки Лобы в 1853 году, сначала как казачья станица. Он и сейчас является небольшим городком, хотя это и районный центр. Несомненным архитектурным украшением его и духовной жемчужины считается Свято-Вознесенский храм. В этом году в праздник Вознесения этому поистине уникальному творению зодчих исполнилось сто лет. Во множестве собрались здесь казачество и простой народ в этот день. Божественную литургию прибыл возглавить глава Кубанской митрополии, митрополиты Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Очень празднично, величественно встречали духовенство и паства Кубанского архипастыря. Святую литургию его высокопреосвященству сослужили три архиерея. Епископ Майкопский Адыгейский Тихон, епископ Тихорецкий Кореновский Стефан и преосвященный Игнатий, епископ Армавирский и Лобинский, в чье ведомство и входит Курганинский район после преобразования Екатеринодарской епархии в Кубанскую митрополию в 2013 году. В Армавирской епархии Курганинский и Свято-Вознесенский храм называют собором. Он и впрямь самый большой в епархии, и один из самых больших в Кубанской митрополии. Строительство Вознесенского храма началось в 1906 году и велось 10 лет на добровольное пожертвование жителей. Построенный с большой любовью, храм-богатырь осветили в 1916 году, именно в день Вознесения Господня. Эти стены, закопченные от времени, были расписаны выдающимися живописцами, исследователями и учениками русского художника Вознесова. Видели эти стены и закрытие храма в советские годы, и разграбление церковного имущества. Тогда помещение использовалось как склад для хранения зерна. Восстановление храма началось в конце XX века. Тогда Курганинский район территориально относился к Екатеринодарской и Кубанской епархии и восстанавливался приход по благословению и молитвам кубанского архипастыря, митрополита Исидора. Сегодня это полноценный приход с налаженной литургической и церковно-приходской жизнью. Хотя и многое еще предстоит сделать. По окончании богослушения прозвучало много теплых, добрых слов. Митрополит Исидор постраил Преосвященного Игнатия и всех архиереев и прихожан с великим праздником Вознесения Господня и престольным днем храма. После обмена теплыми речами и подарками состоялась церемония награждения всех, кто внес свою лепту в дело восстановления Вознесенского храма. В первую очередь награды получили настоятель протеерей Валерий Коваленко, глава Курганинского района Андрей Варушилин и другие. В подготовке празднования юбилея храма приняла участие администрация Курганинского района, поэтому программа празднования получилась обширной. Неподалеку от церкви расположилась посвященная празднику выставка поделок и художественных работ, которые сделаны детьми, учащимися детских центров. В Курганинском историческом музее также открылась выставка, на которой была представлена церковная литература, утварь и работы художников из всей России. А в культурно-досуговом центре состоялся концерт, в котором приняли участие местные коллективы. Владыка Игнатий и глава Курганинского района Андрей Варушилин еще раз поблагодарили его высокопреосвященство за совершение божественной службы и за попечение о восстановлении Вознесенского храма. Редактор субтитров А.Семкин